Скоро год, как мы живем в Турции, и все это время здесь живут и слухи вокруг темы ВНЖ. Проживание здесь россиян и негативы местных ябанжи. Ябанжи это иностранцы по-турецки. Сегодня поговорим на тему слухов. Какие же это слухи и откуда они берутся? Вы на канале Turkey Space. Я Олеся. Я Владимир. Погнали! Всем известно о существовании многочисленных чатов в Телеграм, посвященных теме переезда в Турцию. Оформление ВНЖ. Есть чаты также по конкретным районам. И если регулярно читать эти чаты, то можно обнаружить, как там частенько обсуждают. Галочка, ты сейчас умрешь. Алло, Шурочка. Я вас слышала, что сейчас нужно для оформления ВНЖ предоставить нумеротаж. Без него никак. Или же сейчас одни отказы в ВНЖ гражданам России. Ну или закрыли районы для ВНЖ. И все, кто там получил ВНЖ, теперь будут лишены его. Ну или, например, вы слышали, что всех россиян сейчас депортируют из Турции. Ну и все вот в таком вот духе. Также порой и у нас в комментариях проскакивают подобные слухи и некоторые другие вот. А порой люди с арафаном радио разносят какой-то слух. Вот, например, был такой слух во время начала мобилизации в России, что всем гражданам России, которые находятся в Турции, турецкие полицейские будут вручать повестки. И даже не слух. Даже вот один человек, живой человек из окружения, знакомый, он рассказывал даже, что его племяннику на пляже в Турции вручили эту повестку. Сейчас же разгоняется слух, что в январе 23-го года отменят туристический ВНЖ. Куда поедем? Мы уже не говорим о том, что ходил слух, что россиян в Турции избивают за русскую речь. Никита так был напуган. Да, он даже вот приехал, он очень был удивлен. Только на английском здесь говорил, по-русски вообще боялся. И шел все время такое напряжение, когда я иду на всю улицу, ору, там что-то. Ну, не ору, просто я разговариваю громко. Это я имел в виду, ору, а то сейчас подумают, что я хожу тут по улицам, ору. Откуда же берутся такие слухи? А я тебе расскажу. И покажешь? А я сейчас вам покажу. Часть слухов, связанных с ВНЖ, исходят от мошенников, помогая, которые с помощью запугивания людей затягивают их свои лапы, обещая им стопроцентные гарантии о получении вида на жительство. Поэтому, если слышите, что сейчас много отказов ВНЖ, не верьте. Потому что никто, кроме сотрудников миграционного управления, не может знать, много их или нет этих отказов. Не помогайте, не сами люди. Так как, если кому-то отказали, это еще не значит, что откажут именно вам. Вова так как-то и заплечила одну такую якобы юристку, которая в одном из чатов, телеграмм, посвященном переездам в Турцию, оформлению ВНЖ, разгоняла этот слух с 90% отказов. Но она-то знает точно, как и что правильно сделать, чтобы получить 100% одобрение. Помнишь? Да, помню, конечно. Там, где администратор ей очень сильно заинтересовался. Таким образом, она предлагала свои услуги. А когда ей стали задавать разные конкретные вопросы, касаемые документации, предоставления хоть какой-то статистики по отказам, она начинала злиться и ерничать, объясняя, что никому ничего предоставлять не обязана. В итоге админ-чата попросил предоставить ее лицензию об осуществлении юридической деятельности, коего у нее не оказалось, и она быстренько удалилась из чата. Ой, как неожиданно! Ой, как непредсказуемо! Вот это поворот! Вот это поворот! Поэтому, если вам кто-то конкретно говорит, а сейчас то, а сейчас это, задавайте уточняющие вопросы и смотрите на реакцию и как меняется манера ответов человека. Часть слухов, например, про депортацию из страны исходит от людей, которые сами были депортированы за то или иное нарушение. И такие люди чаще говорят лишь о факте депортации, испытывая чувство досады и обиды. А причину, которая всегда известна, депортируемую не называют. И таким образом рождается слух, что якобы из Турции просто так депортируют. Но если поинтересоваться из официальных источников миграционного управления о процессе депортации, то становится ясно, что депортируют за нарушение хотя бы одного из десяти условий пребывания на территории иностранного государства. И сам процесс депортации проходит в судебном порядке в течение 48 часов с участием губернаторства. То есть это непростой процесс, требующий значительных финансовых затрат и человекоресурсов. И при этом, при вынесении решений о депортации, иностранцу всегда дается срок в 15 дней для обжалования решений и подачи иска в апелляционный суд в Турцию. Поэтому просто так не могут вам постучаться в дверь и сказать, все, собирайся, выезжай. Ну-ка, иди отсюда. Ох, Миша. Как у вас там говорят тупые доказы. А ты, ни слов ни духом, даже не знаешь, за что тебя депортировали. Наверное, за того, что я россиян. Немаловероятно. Поэтому стоит лишь поинтересоваться у депортированного человека более подробными сведениями, как оказывается, что он начинает юлить. И слух о массовой депортации граждан России с территории Турции сразу же лопается, как мыльный пузырь. Другой же слух, который ходил, о вручении повесток турецкими полицейскими. Это вот как раз про ту историю, которую ты вот рассказал, Миша. В этом случае совсем же уже все просто. Юридическая сила внутреннего документа государства заканчивается на границах этого государства. Это раз. Второе. Какое государство будет тратить свои человек ресурсы для решения внутренних проблем другого государства? Это же надо как-то вычислить гражданина России по лицу, что ли, они вычисляют? Или как это вот сделать вообще? Наверное, светится. Знаешь, было кино, где светилась цифра, значит, через какое сфере столько дней умрет человек. А здесь, наверное, светится этот гражданство. И вообще, откуда бы повестки брала турецкая полиция, чтобы их вручать? Следующий слух, который сейчас активно бродит, это об отмене ВНЖ в Турции. И как один из подхвативших этот слух заявил, что точно узнал эту информацию от украинцев. И здесь у нас возникает сразу несколько вопросов. Причем вообще здесь украинцы и отмена ВНЖ в Турции. Откуда они могут располагать такую информацию? И второй вопрос. И если вы гражданин одного государства, а информацию вы узнаете от гражданина другого государства, то не кажется ли вам, что эта информация может вас и не касаться? Условия получения в данном случае ВНЖ может меняться для разных государств. И это нормально. И если что-то узнали про себя украинцы, это вовсе не значит, что то же самое касается тебя, гражданин другого государства. Мы заметили, что частенько слух об отмене ВНЖ в Турции всегда идет рука об руку с фразой «Да нечего вам там делать! Скоро вообще ВНЖ этот отменят!» Сказочные твари! Не будьте как дома! Вам тут официально не рады! Это факт! И сразу все встает на свои места. Не так ли? Поэтому не стоит воспринимать серьезно все, что вы слышите. Ориентируйтесь на официальные ресурсы и имеющиеся факты. Рефлексируйте. Потом была запущена утка про обязательную подачу нумеротажа при первичном ВНЖ. И все, как списанные торбой, начали носиться с этой справкой, создав ажиотаж в муниципалитетах районов, доведя дело до того, что просто так теперь, как раньше, эту справку не получить. Нужна анкета из ГЕЧ с номером заявки. Не надо читать где-то там списки документов для ВНЖ. Есть официальный сайт миграционного управления. Там вся необходимая информация. И представлен весь список необходимых документов для ВНЖ. А не можете сориентироваться на сайте? Позвоните по номеру 157 и задайте по-русски свой вопрос. И вам там также по-русски ответят. Ты сейчас серьезно? Следующий слух это то, что местные недовольны растущей волной миграции и скоро запретят покупку и аренду недвижимости иностранцам и всех россиян выгонят из Турции. На этот слух вот можно посмотреть поближе и возникает несколько вопросов. Запретят покупку и аренду всем, вообще всем иностранцам. А выгонят только россиян. Товарищ майор, хорошая попытка. В этой ситуации мы просто наши, это самое, мы уже здесь наши полномочия, все. В странах миграционная политика, которых построена на привлечении иностранцев, всегда найдется часть населения, недовольная этим фактом. И всегда их громче слышно, чем тех, кого никак не напрягает такая политика. И это нормально. Так как недовольство принято высказывать вслух в цивилизованном обществе, именно оно и озвучивается в части общества. Но это совсем не значит, что государство резко изменит свою политику и выгонит всех иностранцев, кого ранее зазывало к себе теми или иными приятными условиями. Ну это же сколько, такое значит весомый кусок Турции, значит, надо выгнать. Вот так, здесь много привлечений, инвестиций и иностранных граждан и пожеланий. Это лишь значит, что государство рассмотрит создание условий, которые должны удовлетворить ту часть недовольного общества. Например, сейчас обсуждается вопрос с повышением род с 5,5 тысяч лет до 10 тысяч лет с января 2023 года, что поднимет уровень зарплат в стране и немного урегулирует вопрос покупательской способности населения и цен на рынке товаров и услуг. Потому что проблема-то, по сути, не в самих иностранцев. Они здесь были очень давно, испокон веков. А в первую очередь в ценах, которые выросли из-за политики Центробанка Турции, создав высокую инфляцию. И поэтому рост недовольных граждан растет, и они вымещают свое недовольствие на первое, что им бросается в глаза. А рост цен на аренду недвижимости в связи с возросшим спросом – лишь временное явление. И, кстати говоря, заметное не только ведь в Турции, но и в остальных развитых и развивающихся странах, куда устремились миграционные потоки по понятным причинам. Поэтому выдохните и делайте то, что должны. Хватит жить этими дурацкими слухами. Я слышал то, я слышал это. Хочется посплетничать? Посплетничайте в своем кругу для удовольствия. Ориентируйтесь только на официальную информацию. Благо, она доступна каждому цивилизованному человеку. И включайте критическое мышление. Это помогает сохранять нервные клетки и создает новые нейронные связи. Кстати, да. Профилактика деменции. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить интересное видео. Ставьте палец вверх, чтобы канал чаще показывался другим пользователям. Письма, комментарии, вопросы, предложения пишите в комментариях под видео, а также на нашу почту, указанную там же под видео. И напишите в комментариях, кто какие слухи еще слышал. Да, мы их подробно разберем, прямо вот, препарируем. А также под видео указан наш сайт, куда вы всегда можете обратиться за помощью в поисках аренды квартиры и для покупки. А также тем, кому нужна помощь в консультации, в сопровождении сбора документов для ВНЖ, можете тоже обращаться. И, конечно, вы всегда можете поддержать наш канал, используя функцию Суперспасибо. Обнили-подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока! До свидания!